Любые лампы, даже самые энергоэффективные, имеют свой срок в службе. Их техническое обслуживание не такое простое дело, как это может показаться на первый взгляд. Надо заказать автовышку, привлечь специальный персонал, при работе использовать леса. И при этом будет задействовано не менее четырех человек. Выявили, что на данном участке этих потерь у нас достаточно много. И ожидания, и перепроизводство, и простой персонала. Обусловно тем, что контрольная следовая полоса системы физической защиты реакторного завода достаточно длинная. Опор освещения много. И есть проблемы в обслуживании, в части использования приспособлений. Нехитрое устройство из переходника и ручного аккумуляторного электроинструмента позволяет за несколько минут сложить на бок осветительную опору, выполнить необходимые операции по техническому обслуживанию и вновь вернуть опору в исходное положение. Больше нет необходимости в использовании транспорта с подъемным механизмом, тратить время на обучение персонала для работы на высоте, собирать и транспортировать тяжелые конструкции мостков на большие расстояния периметра. И не надо подниматься персоналу на высоту. Главное, это безопасно, и время на замену ламп значительно сократилось. На производственном объединении «Маяк» ежегодно проходят конкурсы лучших предложений по улучшению и ПСР-проектов. Победителем в номинации по предложению повышения эффективности труда стал Максим Геремин со своим предложением приспособления для замены ламп наружного освещения. Также это предложение по улучшению было отправлено на конкурс среди сотрудников госкорпорации «Росатом». Если провести небольшие доработки устройства под конкретный вид осветительных опор, то это каракури можно применять практически на всех типах металлических опор, как на объектах «Маяка», так и в городе.